Хочу показать, как я делаю значки для своих видео или превьюшки в PowerPoint. Раньше я всегда делал значки в Photoshop, и действительно это лучшее средство для того, чтобы нарисовать любую красоту, любые графические эффекты. Но у использования Photoshop с данной целью есть недостатки. Во-первых, вся графическая мощь этой программы далеко не всегда нужна, когда значки требуются более простые. Вот, например, у меня есть каналы на Adzeny и на YouTube, посвященные работе в программах, в частности в Word, в Excel и в других. Значки там в видео у меня используются вот такого типа, и для их создания совершенно не обязательно использовать всю мощность Photoshop. Во-вторых, когда нужно создавать большое количество однотипных значков в Photoshop, это делать не очень удобно. Там приходится либо создавать под каждый значок отдельный файл, либо распределять слои каждого изображения по группам. И тогда, чтобы просмотреть один значок, надо выключать все остальные слои в других группах, включать та, которая требуется, потом, чтобы перейти к просмотру другого, выключать предыдущую группу и включать показ следующей. Ну и в-третьих, Photoshop просто тяжелая программа, которая довольно долго запускается, по сравнению с, например, тем же PowerPoint. Учитывая все это, создание каждого значка занимало непозволительно много времени, и тогда я стал думать, как его сократить и сделать все это попроще. И мне пришла в голову идея использовать для создания значков программу для презентации PowerPoint. Этот способ лишен всех недостатков, о которых я сказал. Все значки предстают вот здесь слева в виде слайдов. Сейчас здесь их несколько десятков, и при этом, кстати сказать, файл занимает всего 4 мегабайта. При этом для полноразмерного просмотра каждого значка не нужно возиться со слоями, включать их, выключать. Достаточно просто кликнуть на нужный слайд слева, и он появляется в основной рабочей области и сразу доступен для просмотра. То есть все очень быстро и удобно. Поэтому и создание нового значка происходит тоже очень легко. Я просто среди имеющихся, уже существующих значков выбираю тот, который по своей структуре наиболее подходит под новый, который хочу создать. Например, вот если это с круглым текстом, то выбираю этот, или, к примеру, вот с такой цветной вставкой. И тогда я просто дублирую этот слайд существующий, перетаскиваю его наверх. И начинаю редактировать. Если этот урок посвящен той же самой программе, которая и на этом слайде, то фон остается. Вот эти логотипы с верхней надписью Word остаются. То есть я просто меняю название вот в этих надписях и какие-то вспомогательные элементы типа этого. Ну а если в значок надо поместить какую-то фотографию, обработанную фильтром, или, например, с каким-то красивым градиентом, то это можно сделать в Photoshop и потом вставить ее сюда в слайд. Для меня это проще, чем держать всю структуру изображения в Photoshop. Ну и в завершение остается просто сохранить этот слайд в виде графического файла на компьютер для загрузки потом при создании видео в Дзене или на YouTube. PowerPoint умеет сохранять каждый слайд, либо один выбранный слайд, как картинку JPEG или PNG. Но для этого там нужно сделать слишком много кликов. Мне это не нравилось, и поэтому я делаю проще. Я просто нажимаю F5, то есть запускаю показ презентации. Этот текущий слайд разворачивается на весь экран. Дальше я нажимаю Print Screen. У меня там настроена программа для снятия скриншотов по этой кнопке. И она автоматически по заранее прописанному в настройках пути сохраняет скриншот со всего экрана и все. То есть буквально двумя кликами получается графический файл, готовый для дальнейшего использования. При этом вот эти части изображения, которые выступают за границей слайда, они естественно обрезаются. Остается чисто прямоугольное изображение. Но еще раз скажу, что я до сих пор не нарадуюсь, насколько это получается проще и быстрее, чем при использовании Photoshop. Если вы оценили этот способ создания значков для видео, поставьте пожалуйста лайк и подпишитесь на канал. Пока!